Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной постпрограмма «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня гость нашей студии – главный врач клиники Казанского федерального университета. Официально это называется, немножко по-другому мы потом уточним. Сергей Альбертович Осипов. Сергей Альбертович, добрый день. Спасибо, что нашли время прийти в студию, побеседовать. Ну и мы с вами уже до эфира говорили, как в таких случаях принято говорить, вы главный врач совсем недавно, без года неделю. Если быть точным, по-моему, 10 дней еще нет. С 19-го. С 19-го. Ну вот, да, чуть-чуть боль. Полмесяца еще во всяком случае нет, поэтому вот эта наша встреча, она в определенной степени носит ознакомительный характер. Мы прежде всего, конечно, должны телезрителям представить вас. И я буду вам очень признателен, если вы немножечко расскажете о своем прошлом. Вы достаточно долгое время, по-моему, более 10 лет были заместителем министра здравоохранения Республики Татарстан и первым заместителем министра здравоохранения. То есть вот какой круг вопросов, что вы курировали, да? Это же за каждым закреплено, насколько я понимаю, что-то определенный куст. Я пришел на службу в 2011 году, занимал должность заместителя министра, курировал вопросы организации лечебной помощи. То есть на мне, в принципе, замыкались все вопросы, как взрослые службы, начиная от хирургии, терапии, неврологии и так далее, и так далее, и так далее. Включая и вопросы, к сожалению, патологоанатомических исследований, также вопросы детства, также вопросы отчасти оказания высокотехнологичной медицинской помощи. То есть я отвечал полностью за лечебную работу. В бытность первым заместителем министра здравоохранения к этим вопросам добавились в полном объеме вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Работа во многих комиссиях, которые были созданы при кабинете министров республики Татарстан. Это и комиссии по делам несовершеннолетних, это и санитарно-противопедемиологической комиссии и так далее, и так далее. Все перечисляюсь очень долго. Да, я стесняюсь спросить. Я понимаю, что это участь многих первых, если не всех, первых заместителей министров в разных сферах. У меня в таких случаях всегда невольно возникает вопрос, а чем же занимаются министры? Это политические фигуры такие, да, представляют отрасль. Но это так, будем считать, что это шутка, хотя, как известно, в каждой шутке только половина шутки. Так вот, вы сейчас описали круг своих обязанностей, то есть то, за что вы отвечали в масштабах Министерства здравоохранения республики Татарстан. Теперь так получилось, такая перемена участий. Вы возглавляете университетскую клинику, в которой по существу есть почти все, о чем вы сейчас говорили. То есть это такая, получается, мини-модель здравоохранения республики Татарстан. И ваша задача здесь, вы ведь разговаривали предварительно с ректором университета, как-то вот, понятно, что главный врач был, да, Альмир Рашидович Абашев, из династии Абашевых врачей. Такие вещи, такие перестановки, такие назначения происходят для того, чтобы, выражаясь словами Горбачева, усилить и углубить. Давайте, если можно, немножечко вот об этом. В чем вы видите свою задачу первостепенную здесь? И, может быть, задачи и цели, ближайшие, которые были согласованы с руководством университета? Ну, если касаться тезиса усилить и углубить, то, в принципе, и Альмир Рашидович, который пришел на место первого заместителя министра, также, наверное, призван усилить и углубить. Потому что за какое-то время работы все равно возникает, ну, наверное, некоторое замыливание глаза и какой-то новый взгляд на проблемы он должен быть. Вот, соответственно, вы абсолютно правы, медсанчасти Казанского Павловского федерального университета – это мини-модель всего здравоохранения Республики Торстан, за исключением помощи именно детскому населению. Вот, на сегодняшний день в составе медсанчасти нет детской клиники. Соответственно, для меня это достаточно большое облегчение, так как вопросы детства – это всегда вопросы практически равносильной ядерной войне. Там никогда не знаешь, что случится в ближайшие 10 минут, и надо быть всегда готовым ко всему. Медсанчасть – это очень серьезная клиника, клиника, которая, в общем-то, выбрала в себя различные медицинские учреждения с различными медицинскими школами, не надо это скрывать, с различными подходами к оказанию помощи при одних и тех же состояниях. Это базы, традиционные базы для многих кафедр, как медицинской академии, прежде всего, бывшего ГИДУ, так и медицинского университета когда-то. Вот, сейчас это базы института фундаментальной медицины. Соответственно, многие-многие-многие вопросы в этой клинике, они совершенно по-новому звучат, так как это, прежде всего, сплав подходов различных медицинских школ. И это очень здорово, это очень сильная сторона медсанчасти. И это одна из проблем, насколько я понимаю, потому что есть задачи, которые медицинские учреждения, практического профиля, да, решают в первую очередь. Это амбулаторный прием, это стационарная часть, то есть это лечение, да, это лечение конкретного контингента больных, тех, кто приписан Казанскому университету, тех, кто, выражаясь по старинке, был приписан так называемой обкомовской клинике, да, по месту жительства. Или там по каким-то другим основаниям. Институт фундаментальной медицины и биологии, конечно, готовит студентов, да, готовит специалистов, и здесь смычка понятна. Но у этих людей, я отношусь к ним глубоким уважением, считаю, что этот институт один, наверное, из ведущих сейчас, да, в Казанском университете по всем параметрам. Они молодцы, большие, и проректор Киясов, как руководитель этого института, тоже, конечно, без него, там, наверное, такого порядка не было, и внутренней организации. Но в какой-то части ведь объективно здесь возникает противоречие между задачами клиники, как лечебного учреждения, и задачами исследователей, которые что-то там опробуют, экспериментируют, им нужно какие-то дополнения. Как вот это, вот вы видите, возможность, что ли, согласования интересов, или, может быть, я просто заблуждаюсь, и нет никакого противоречия? Ну, на самом деле, противоречия-то никакого нет. Если мы немножко погружаемся в историю вообще Казани, университета, медицинского факультета университета, ведь все началось, вся медицина пред Уралия и за Уралия началась из Казани. И всегда профессура, доцентура, они, это были люди, которые в первую очередь занимались лечебной работой, и уже во вторую очередь занимались медицинскими исследованиями. Электрокардиография пошла из Казани, никуда от этого не денешься, рентгенография пошла из Казани. На сегодняшний день ничего не изменилось. Вы имеете в виду в пределах Российской империи и Советского Союза? Да, в пределах Российской империи, конечно. Потому что там, я не претендую, что мы не были мировыми, глобальными. Что мы были глобальными, да. Хотя очень многие вещи сделали были в Казани впервые, потом просто их быстрее опубликовали на Западе. Это, кстати говоря, беда с тех времен, она продолжается. И не только в медицинской сфере, правда ведь? Да, вот, соответственно, здесь, ну, я человек, который вышел с кафедры инфекционных болезней Казанского медицинского института именно Курашова. Я работал в клинике, в которой было три кафедры одновременно. И эти три кафедры, они максимально работали на именно клиническую часть. Это были постоянные профессорские обходы, это были постоянные консилиумы между наукой и практикой. И не было как такового разделения науки и практики. Научные деятели всегда работали в практической медицине, а практики часто совмещали на кафедрах. В медсанчасти КФУ примерно похожие ситуации. И одна из задач, это максимально привести к тому, чтобы вот эта смычка профессорско-преподавательского состава и, как это называется сейчас, практиков, она была в полном объеме реализована. Практически это возврат, извините, к старому, к тем традициям, которые подняли российскую медицину, в общем-то, на высоты гораздо больше, чем медицина европейская. Это сейчас мы что-то там утеряли. Во многом мы говорим о, я думаю, это все-таки момент такого пиара, когда вот западная медицина, это прекрасная медицина, российская медицина, это вот медицина второго сорта, ничего подобного. Мы делаем огромное количество правильных вещей, и мое знакомство с западными клиниками, с клиниками Америки, как они планируют медицинские исследования, сделал меня очень большим патриотом, на самом деле, российской медицины. Мы гораздо сильнее. У нас гораздо сильнее подходы, фундаментальные подходы, которые мы не успели растерять в борьбе за вот это вот разложение организма на атомы, молекулы, какие-то там кусочки генома. За этим очень просто и быстро потерять самого человека. Российская медицина, хотя мы многое утеряли, к сожалению, в перестроечные и послеперестроечные годы, но тем не менее мы все-таки пока еще видим человека за этими атомами и молекулами. Это очень интересный момент. Мне доводилось разговаривать с медиками старой школы, с практикующими, да, с медиками-практиками. Один из них, женщина, не буду называть сейчас ее фамилию, это не суть важна в данной ситуации, она однажды как-то высказала такую мысль, она сказала примерно следующее. Ты знаешь, вот молодые ребята, вот сейчас у них совершенно другое оснащение, лабораторные возможности, там комплексных анализов, все. Они прекрасно по сравнению с нами в этом смысле оснащены, но, она почти вашими словами сказала, но они из-за этой сверхоснащенности техническими средствами перестают видеть человека. Я говорю, что имеется в виду конкретно-то? Она говорит, ну вот ты сидишь, я могу тебе сказать, вот у тебя радужка такая там, вот у тебя кожный покров такие. Я могу предварительный диагноз поставить, просто глядя на тебя разговариваю. А эти ребятки уже не... У них это чуть... Это правда, вы согласны с такой точкой зрения, что это оборотная сторона большой технической оснащенности и возможностей для всевозможных... Вот, пардон за тавтологию, анализов, там, вплоть до геномного уровня. Я абсолютно согласен с этим. Более того, я могу сказать, что врачи с хорошим клиническим опытом, зайдя в палату, подойдя к постели больного, просто на нюх ставят диагноз. Потому что, ну, как... Каждая профессия пахнет особо, каждый больной он тоже пахнет особо. Но это обоняние надо иметь специальное. Нет, не обязательно. На тренированное. Скорее, это надо иметь опыт и желание замечать то, что творится с твоим пациентом. То, что мы утеряли в 90-е, это как раз вот эта клиническая часть. Мы стали очень сильно доверяться лабораторной параклинической части исследований. Стали снимать шляпы перед лабораторными анализами. И врач как бы ушел на второе место. Сейчас очень много говорят о искусственном интеллекте. Но это все правильно, это все должно быть, это должно развиваться. Но личность врача пока еще никто не отменил. Потому что это не только работа с телом, это работа с духом, это убеждение пациента прежде всего в том, что он выздоровеет. И так далее, и так далее, и так далее. Вот возвращаясь к вашей оценке, Сергей Альбертович, в связи с этим, сравнительной оценке условной западной медицины или здравоохранения в целом и российского. Вы упомянули, сказали, что вы стали, познакомившись с опытом в США, в каких-то других, по-видимому, странах. Многие об Израиле, конечно, тут же подумали, те, кто нас сейчас видят и слушают, о Германии, возможно, да. Почему, если мы на самом деле, что разница только в сервисе? Или почему все-таки это происходит? Почему туда-то вынуждены ехать? Вы знаете, проблема достаточно многогранная. Проводилось исследование на территории Российской Федерации. Это было уже достаточно давно, порядка пяти лет назад. Когда на входе и на выходе из разных клиник оценивали качество оказания медицинской помощи. Соответственно, в дальнейшем, когда пациент давал оценку, хорошее или плохое качество медицинских услуг, уточнялось, а что же ему понравилось или не понравилось. И оказалось, что 70% людей, которые получают медицинскую услугу, прежде всего обращают внимание на цвет штор на окнах. Их глубоко не волнует качество работы врача. Они априори верят, что врач им поможет, потому что они пришли, а если это частные клиники, они еще заплатили деньги. Отвечая на ваш вопрос, очень многие наши ведущие специалисты среднего звена, я не говорю о академиках, а именно среднее звено, которое выполняло серьезную работу, рутинную работу. Извините за сленг, от бескормицы 90-х уехала в ту же самую Германию, в тот же самый Израиль. В Израиле я был в клиниках, я смотрел на эти клиники, смотрел, как организована работа в этих клиниках, у меня была стульировка там. То есть, уезжая в Израиль или в Германию, ты пользуешься, в принципе, всеми благами советской медицины. Хороший поворот. С другой стороны, сервис, который предлагают и израильские клиники, и клиники Германии, и клиники Франции, это тот сервис, который был еще недоступен во многих клиниках в Российской Федерации. Здесь мы просто должны быть благодарны Господу Богу, что мы живем в Республике Татарстан, которая первая пошла на модернизацию здравоохранения, и в том числе на сервисную модель модернизации здравоохранения. И сегодня наши коллеги из других регионов, приезжая к нам в Татарстан, они просто белой завистью завидуют тому, что создано у нас. Это заслуга наших президентов, и первого президента, и действующего Рустама Нургалевича Миниханова, премьер-министров, которые очень внимательно следят за развитием здравоохранения, ну и, конечно, работа тех команд, которые они создали и которым они доверили вот эти изменения. Поэтому здесь, я думаю, наша с вами, точнее, наша медицинская задача все-таки переломить вот это вот пренебрежительное отношение к российскому врачу нынешнему и вернуть все эти потоки на все-таки землю Российской Федерации. Давайте эту тему закончим, да, но просто один уточняющий вопрос вот по взаимоотношениям, или вернее по сопоставлению уровней отечественного здравоохранения и лучших образцов зарубежного. Я, когда задавал этот вопрос, понятно же, о чем шла речь. Существует целый перечень операций, которые просто не делаются в Российской Федерации. Или я ошибаюсь? Вот ребенку ставят какой-то диагноз, у него там что-то с костным мозгом, или там у него что-то суставное. И нам с экрана телевизора говорят, вот здесь мы не можем это провести, а для того, чтобы провести там, нужно собрать 3 миллиона, или там 5 миллионов, или там полтора миллиона. Это ведь говорит о том, что при всем, еще раз говорю, при всем уважении, при всем патриотизме, ну мы все-таки отстаем на сегодняшний день от клинических, от уровня клинических учреждений того самого пресловутого Запада. Мы ни в коем случае не отстаем. Дело в том, что Запад построен на модели «пациент платит за все». Российская Федерация — это обязательное медицинское страхование, ну практически в 90% случаев. Соответственно, государство не может гарантировать всем и все 100%. Это нонсенс. Рамки определенные, они существуют, и они поставлены именно вопросами финансирования здравоохранения. Поэтому некоторые вещи, которые мы можем технически сделать, у нас есть технология в руках, у нас есть оборудование для этого, они просто не входят в программу обязательного медицинского страхования. И, соответственно, нужно найти источник финансирования данной работы. Правильно. Хорошо. Почему мы находим 3 миллиона для того, чтобы оперировать Германию? Давайте отдадим 3 миллиона, грубо говоря, клинике Грандского университета, и мы сделаем эту операцию? Ну, в принципе, такая задача и поставлена, в том числе и президентом. Вот поставлено — это хорошо. Вопрос стоит, сделаем сейчас или не сделаем? Мы с вами обсуждаем несколько эфемерную вещь. Скажите конкретно, что я вам скажу, сделаем мы сегодня или когда сделаем? Понятно. Я понимаю, что опыт первого заместителя министра здравоохранения не может не сказаться в нашей беседе. Спасибо за очень правильный, очень дипломатичный ответ. Давайте обратимся к вещам более что ли конкретным или более таким земным. Каждая структура, каждое звено здравоохранения имеет свои сильные и слабые стороны. В принципе, то, о чем я говорю, это продолжение вопроса об этой самой внецине. Где-то более развита кардиология, где-то, скажем, вопросы крови, кроветворения, где-то хирургия общая или специальная, или нейрохирургия. Если говорить об опыте здравоохранения Республики Татарстан, его развитие, С вашей точки зрения, какое направление наиболее развито, наиболее продвинуто на сегодняшний день? Мы, наверное, все-таки наиболее продвинуты в вопросах кардиологии. Как в вопросах общей кардиологии, так и интервенционной кардиологии. У нас достаточно серьезное оснащение, которое позволяет работать на сердце, естественно, без остановки самого сердца. У нас есть аппаратура, которая позволяет работать и на остановленном сердце. То есть кардиология, да, у нас продвинута достаточно серьезно. У нас очень серьезно продвинута онкология. И к нам приезжают многие регионы, не только Российской Федерации, но и зарубежные страны, и смотрят, как мы это делаем. Вы будете смеяться, но у нас продвинута сельская медицина. За счет ФАПов? За счет ФАПов. Элементарно за счет ФАПов. Мы решили, в том числе в техническом отношении, Рустам Нургалеевич дал определенные финансовые средства и указания для того, чтобы мы развивали сельскую медицину. И сегодня у нас есть наработки, пока не в плане пилотов говорить о них во всеуслышание рано. Но, тем не менее, эти наработки позволят поднять на серьезный очень уровень именно сельскую медицину, именно в Республике Тарстан. Там, насколько я понимаю, проблема, ну не я понимаю, просто слушал Песошина, когда он отчитывался перед госсоветом по работе правительства. Темп и скорость оказания помощи, доставки, да, в этом проблема есть. Сейчас мы решаем как раз соединение фельдшера, который находится достаточно далеко от своей центральной районной больницы, с врачом, который сидит в составе центральной районной больницы, именно технологически. Понятно. Значит, мы назвали кардиологию, онкологию, как две такие, ну, флагманские, что ли, подотрасли здравоохранения, проецируя ситуацию на клинику Казанского федерального университета, здесь, с вашей точки зрения. Здесь очень сильная кардиология, и мы будем продолжать ее развивать, находить новые направления. Так, так. Вот, здесь же будет продолжаться работа, именно сервисная работа для онкологии, потому что сейчас пришли клеточные технологии, в которых федеральный университет крайне силен. Здесь шикарнейшая лабораторная база, которая позволяет проводить именно фундаментальные исследования, а у нас, к сожалению, вся наша медицина... Это вот циквинаторы всевозможные, да? Да, 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 все это. А у нас, к сожалению, вся наша медицина мировая сейчас стоит на опыте Второй мировой войны, которые были положены врачами-убийцами, но, тем не менее, вся патанатомия, патфизиология была разработана там. Модель кроликов, к сожалению, человека не описывает. И даже модель свиньи, хотя она вроде поближе, да? Да, она близка, но, к сожалению, полностью описать, предугадать, что будет человеком, невозможно. Сегодня в федеральном университете есть технологии, которые позволяют получить наиболее точное описание процессов, которые будут проходить в организме человека, раз. И второе, задача поставлена, чтобы разработка приходила в практику не меньше, чем через пять лет. Это не вступит в противоречие со всевозможными там регламентами, указаниями? Ни в коем случае наша работа не должна противоречить ни одной запятой какого-либо закона Российской Федерации. И не будет ни в коем случае, потому что за это идет административная уголовная ответственность. В этом плане юридическое поле в медицине очень сильно разработано. Но в то же время, когда разработка научных работников заказана практикам, практик быстрее понимает, для чего это сделано. Но беда в том, что старые разработки, которые были оторваны от практики, они очень долго осознавались, их нужность очень долго осознавалась именно практическим медицинским сообществом. И вот на это уходили те самые первые десять лет. А потом уже начинались какие-то доклинические и клинические исследования. Здесь прямой заказ, прямой ответ. Практико-ориентированный подход. Все понятно. Хорошо. Наше время в эфире потихонечку подходит к концу. И я позволю себе, может быть, не очень тактичный вопрос в завершении. Я исхожу из того, что человек слаб, в принципе. Он очень силен, но в то же время слаб. У каждого из нас есть свои пристрастия, есть свое видение. Приходит главврач, который всю жизнь там, например, занимался онкологией. И понятно, что это будет его любимое направление. Он будет его посматривать. Приходит кардиолог. И тоже понятно, что происходит. Вы по профессиональной подготовке, по опыту практической работы в клинике, вы инфекционист. Ну, вопрос двусоставной такой, да? Насколько я понимаю, и в республике, и непосредственно в клинике Казанского федерального университета, вот это направление, ну, оно не на виду. Я так сформулирую, да, оно не на виду. Почему не на виду? Потому что вот эти вот инфекционные напасти, они отходят, меркнут в сравнении с валом там онкозаболевания или что вот. И нет ли опасности, а может быть, это надо будет только приветствовать, что с вашим приходом будет инфекционное отделение развиваться ускоренными темпами в клинике Казанского университета? Ну, отвечая на первую часть, инфекции были, есть и будут. Они никуда не делись, они очень сильно изменяются, но тем не менее они остаются, и мы будем встречаться с новыми инфекциями. Но в республике создана хорошая служба, трехуровневая система оказания медицинской помощи практически везде, в том числе и в инфекционной клинике. Соответственно, необходимости развивать еще инфекционное направление, вот в прямую инфекционное направление в рамках медсанчасти федерального университета никакой нет. В то же время, инфекции связаны с оказанием медицинской помощи, это инфекции. Это бич всего мира, в том числе и мы работаем над этим, мы будем работать. Мы это медсанчасть КФУ. Ну и плюс вот эта вот подготовка врача-инфекциониста, когда ты отвечаешь за все, работаешь в крайнем недостатке, прежде всего, временных ресурсов и ресурсов информационных, она приучила меня и к быстрому принятию решений, и в том числе разбираться в достаточно широком круге сопутствующих специальностей. Это и та же самая кардиология, и та же самая онкология, и та же самая гастроэнтерология, пульмонология. То есть это основные вещи, от которых умирают люди на сегодняшний день. Поэтому я надеюсь, что мне все это пригодится. Вот. И, соответственно, радужные, по крайней мере. Сергей Альбертович, вы заканчиваете программу на оптимистичной ноте, на обнадеживающей, я бы сказал, ноте, тех наших телезрителей, которые могут, не дай бог, конечно, оказаться в разряде больных, но никто из нас не идеален, да, никто не супермен, так что, наверное, это касается всех телезрителей. Мне остается только поблагодарить вас за эту беседу и напомнить нашим телезрителям, что это был очередной выпуск программы «Акцент». Я по-прежнему ее ведущий Юрий Аллаев. Обеседовали мы сегодня с новым главным врачом клиники Казанского федерального университета, или официально это называется медико-санитарная часть Казанского, Приворского федерального университета, Сергеем Альбертовичем Осиповым. Спасибо большое. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин